МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Татьяна Гохвейс, директор туристической компании «Империя путешествий Гохвейс». Здравствуйте, Татьяна! Добрый день! Ну вот сейчас наступает время, когда туристы у нас обычно любят летать в какие-то теплые страны. Но в связи с политической обстановкой, в связи с ростом курса валюты, многим пришлось забыть о тропическом зарубежье. Стоит ли ожидать понижения цен именно на заграничные туры? Ну вот недавно в Москве прошел круглый стол, за которым собирались первые лица туроператоров, которые работают именно на самые популярные направления предстоящего летнего сезона. Это Турция, Греция, Болгария, Тунис, Испания. В ходе этого круглого стола эксперты разобрали не только слажившуюся ситуацию в туристической отрасли, но также и поделились оптимистическими прогнозами на предстоящий сезон. То есть, например, правительства Греции, Турции и Туниса, они разрабатывают, рассматривают возможности помощи российским туроператорам. Как финансовую помощь они могут оказать, так и активно продвигать направления. Правительство Туниса рассматривает возможность заправлять самолеты, которые осуществляют чартовую перевозку российских туристов в Тунис. Тем самым они будут помогать с продвижением своего направления. Также хороший плюс в том, что Египет отменил визовый сбор при въезде в страну. Это 25 долларов на каждого человека. Они отменили на какой-то определенный срок? Да, они отменили до мая месяца. Сейчас с января до мая туристы уже при въезде в страну не оплачивают этот сбор. Также большинство заграничных отелей готовы уже значительно снизить стоимость проживания в своих отелях для наших туристов. Тоже это радует этот момент. Еще хочется сказать, что экскурсионные туры по Европе стали более доступны. С 10 февраля заметно снизились тарифы на проезд в поездах до Бреста, до Минска, в такие города, как Прага, Вена и Берлин. Достаточно большое количество людей путешествует именно по Европе по ЖД. И это тоже будет большим сюрпризом для них. Нашим туристам обещали с апреля месяца ввести биометрическую экспертизу при получении шенгенской визы. Ее перенесли на осень. И это тоже нас очень радует, потому что не нужно будет дополнительно тратить финансы на то, чтобы поехать из Рязани, например, в Москву и получать именно лично эту визу. А на сегодняшний день какие направления именно заграничные все-таки остаются популярными? Остаются популярными такие направления, как Египет, Таиланд, Арабские Эмираты. Все-таки Египет – это отдых, где все включено. Соответственно, здесь можно немножко сэкономить, меньше денег взять с собой на карманы и расходы. Арабские Эмираты и Таиланд – это страны, где также можно сэкономить на питании. То есть там большой выбор питания, но оно не такое дорогое. То есть, соответственно, здесь можно хорошо отдохнуть. Очень богатая экскурсионная программа, особенно хорошо с детьми. Опять же, в связи со всеми последними событиями, политической обстановкой, сейчас начинает развиваться активно российский туризм. Мы слышим очень много про Крым, который теперь стал нашим, и мы можем туда ездить, отдыхать. Но вот помимо Крыма, какие направления именно по России тоже туристы могут рассмотреть? Рост внутреннего туризма в этом году может вырасти от 30 до 50%. Об этом заявил на пресс-конференции глава Ростуризма недавно в Москве. И все дело не только в том, что у нас такая сейчас политическая и экономическая ситуация в России и в стране, ой, в мире, но также и дело в том, что наш российский внутренний туристический рынок, он стал намного лучше. За последнее время было построено очень много отелей мирового уровня, скажем так, парки развлечений также мирового уровня. Строятся автодороги, разрабатываются новые авиамаршруты, что тоже не может не привлекать туристов. Как россиян, так и за границей тоже к нам люди едут. Можно сказать, упомянуть такой курорт, как Красная Поляна, который в этом году был очень популярен. Он даже едва справлялся с потоком туристов. И связано это вот с инфраструктурой богатой, над которой работают наши власти. Сейчас мы говорим о том, что, возможно, туристам нашим российским придется выбирать именно какие-то российские направления в связи с подражением туров заграничных. А если мы выберем отель, который по сервису будет примерно на одном уровне с тем, к чему мы привыкли за границей, по деньгам это выйдет дороже или все-таки дешевле? По деньгам нужно будет подбирать по отелям. Есть отели у нас, появляются с каждым годом все больше и больше, которые тоже работают по системе «все включено». И нужно будет подбирать под ваши предпочтения тот или иной отель. В принципе, можно подобрать сейчас отдых для любого финансового состояния, по любому бюджету, как экономические отдыхи, так и лакшери. То есть строятся такие отели, в которых есть и тренажерные залы, и спа-салоны, и открытые и закрытые бассейны с подогреваемой и даже с морской водой бассейны, аквапарки, в которых есть естественный песок, что тоже очень хорошо. То есть наши туристы сейчас уже не хотят просто лежать, загорать на пляже, а они хотят именно вести активный образ жизни и свой отпуск потратить не зря. То есть вот отели строятся такие, чтобы могли удовлетворить любого клиента. Вот у нас весна, лето, мы уже начинаем задумываться об отпусках. Стоит ли заранее бронировать туры? Безусловно, стоит. Почему? Потому что акция раннего бронирования дает очень много плюсов туристам. Если говорить про российские курорты, то с января месяца уже наши россияне стали бронировать Краснодарский край, Абхазию, Крым заранее. То есть если сравнивать с показателями прошлого года за аналогичный период, то продажа летних туров выросла уже на 30%. В чем плюсы раннего бронирования? Во-первых, сейчас ательеры дают очень хорошие цены. Во-вторых, на проживание именно. Во-вторых, вы можете подобрать билеты намного дешевле, чем если вы будете покупать их уже в сезон. То есть выбрать поезд, выбрать вагон и выбрать место, которое вы хотите, сейчас гораздо легче. Плюс РЖД устраивает акции и снижение тарифов для тех людей, которые покупают билеты туда-обратно и заранее. Когда вы будете бронировать билеты и отели уже в сезон, то приходится выбирать из того, что есть, как правило. И, как правило, это совершенно не то, что хочет турист. Но это то, что касается путешествий по России. А если брать за границу? Если брать за границу, то здесь тоже. Туроператоры предлагают достаточно много акций по раннему бронированию. Одна из них довольно-таки интересная. Если вы приобретаете тур сейчас, летите летом, и за этот период тур ваш тиширеет, то туроператора возвращает вам разницу. То есть это очень хорошая такая акция. Вполне нужно бронировать. Ну что ж, Татьяна, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. В общем-то, обнадежили нас в некоторой степени. Будем надеяться, что отпуск и в этом году удастся. А вам удачи. Спасибо большое. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...